Добрый вечер, дамы, господа! Мы очень рады, что вы пришли на наш концерт, в клуб Алексея Козьмова. Это я знаю, как его зовут. Значит, сегодня специальное событие. Мы презентуем программу авторскую Дмитрия Купцова. А для тех, кто никогда не был на наших концертах и вообще видит нас первый раз в жизни и прочитал название Django Band и еще пару загадочных слов, вернее, словосочетание джаз-мануш, я вкратце объясню, что будет происходить, что вы просто не были бы шокированы, увиденным и услышанным. Да, и в словосочетании пусть вас не смущает слово «мануш». Причем здесь джаз? Дело в том, что в 30-е годы 20 века французский гитарист Джанго Рейнхард вместе с французским скрипачом Стефаном Грапелли стали играть джаз на струнных инструментах, используя только гитары, скрипку и контрабас. И, в общем-то, они к концу 30-х годов достигли мировой известности, мировой популярности. И это был уникальный совершенно ансамбль, фактически без прецедентов. Конечно, вдохновили замечательные американские джазовые музыканты. И целью их было это, ну, как сказать, сымитировать американский джаз 20-30-х годов без трупов и барабанных. И получилось у них это довольно успешно. Джанго Рейнхард был первым европейским музыкантом, признанным на родине джаза в США. В 1946 году у него был очень большой тур с оркестром Дюка и Лингтона. В какое-то время его музыка оставалась, в общем-то, забытой. Но где-то в 80-е годы началось возрождение, появился опять интерес к музыке в стиле Джанго Рейнхарда. И в Америке стали называть, придумали название джаз «Мануш». «Мануш» — это цыганская народность, к которой относился и Джанго Рейнхард, и большинство ведущих исполнителей в этом стиле. То, что мы будем сегодня играть для вас, оно имеет очень косвенное отношение к Джанго Рейнхарду. Это уже следующий этап развития стиля. Музыка более современная. По крайней мере, нам так кажется, что она более современная. Но остальное уже как бы зависит от вас. То есть, насколько понравится это вам. Первая вещь, которую мы для вас сыграем, называется «Exactly like me». В точности, как я. Если среди вас есть любители и, не дай бог, знатоки джаза, то вы наверняка подумаете, ну как же так, есть же джазовый стандарт, который называется «Exactly like you», в точности, как я. Так вот, эта пьеса является своего рода нашим ответом Чемберлену. То есть, по-научному это называется парафраз. То есть, ну, нельзя, конечно, сказать, что это прямо уж совсем парафраз, но навеяло одним словом. Может, Дмитрий Купцов хочет что-то добавить? Не хочет пока. Пока стесняется. Хорошо. Итак, мы начинаем «Exactly like me». Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да не хочется что-нибудь сказать. Хорошо, пусть говорит музыка. Играет 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 музыка.